И вот как говорил в свое время тот же Летов, мы себе однажды обсуждали как раз Сережу Жарикова. И он сказал фразу, которую он ценил, что Жариков может пять раз говорить на одну и ту же тему, говорить совершенно разные вещи, и ничто из этого не будет правдой. Поэтому что он излагал, он очень красиво это делает, он дикоталантливый человек, но вот насчет правды вот так мне кажется. А майки на умниках сколько там страниц? Там на самом деле не совсем это о майке, это как бы, это о его семье и о той истории, которая получилась потом вот с авторскими бровами. Такая, я бы сказал, поразительная в худшем смысле слова. Вот сейчас мы... Вот сейчас мы все-таки сделали там вот трибют майку, который делал его сын Женя. То есть он его делал 60-летию майка, почти три года уже прошло, и в результате он его не доделал. Вот, и сейчас мы с Валеркой Кириллой, который барабанщик зоопарка, там беседовали, решили, что все-таки люди возмущаются и кинули, получается, что надо все-таки сделать, людям раздать, продать и так далее. Так, к чему я это начинал? А, ну к тому, что о самом майке там немножко, но о том, что вот его окружало, там весьма много. И то, что я просто как бы вот с ним был знаком, но не уверен, что он бы меня узнал. Но потом, когда вот он уже помер, и началась какая-то другая история, вот я ощутил, что я в какой-то степени тень воина, что я там дружу с его бывшей женой, с его ребенком, с его родителями, с его музыкантами, с его друганами. И в общем, как-то вот я в этой тусне, а майк как бы вот он где-то уже там. А кому право принадлежат? Что-что? На зоопарк, кому сейчас право принадлежат? Надежде Юрьевне Касаткиной. Женевской? Это майковская племянница. Как говорила майковская мама, говорит, Олег, она же оказалась акулой. Как среди нашей семьи мог родиться такой человек? А вы с Задерием знакомы были? Я был с ним очень хорошо знаком. А есть что-нибудь, Олег? Понимаешь, Задерием чуть-чуть есть, даже фотографии наши с ним там есть. Но, так вы понимаете, я считаю, что Слава один из немногих людей, который меня в результате предал. То есть нас с ним очень многое связывало. А он поступился, повел себя как говно. Умель, да? Нет. Это тоже не очень хорошо. Но он раньше повел себя так. Нет, ну ему хуже. Хуже всего было от этого ему. Потому что он еще просто плохо понимал, что делает. И у него была вот жена эта, Галя, которая тоже его куда-то вела, не туда. Но другого-то не поведешь. Если он не подлец, то он подлости делать не будет. А про его трибют Башлачева, вот как-то что-то вообще-то известно? Знаешь, что-то он делал. Но, знаешь, Слава не мог довести ничего до конца вот так, потому что, ну, не тот он был человек. Ну, какие-то вещи, там, джазус, крест, там, он довел до конца, да. Я имею в виду вот именно непосредственно Башлачевские вещи, что вот он непосредственно, он писал же трибют его. Ну, он спел несколько песен. «Влажный блеск наших глаз», который он называл ежиком, там, еще что-то. Вот на джазу есть песня, посвященная Башлачеву. Ну, что, из чего должен был состоять этот именно трибют, я так и не понял. Есть, который изначально должен был называться «Семь кругов беспокойного лада», и, как я слышал, он записан. Не знаю. Вот где-то лежит. А, ну, просто так? Плохо мне, просто я вот... А, слушай, а в плохом качестве записи, а ты его слышал? Да, конечно. И что? Хороший. Хороший? Ну, лучше, чем Ревякин сделал. Ревякина, не трожьте, он хороший. Нет, я согласен, да. Добрый, честный, трепетный. Там жильем лучше было, чем в записи. Неизвестно, где находятся мастера этой записи. Вот, вот он в этом дело. Да, Слава умер, где находятся мастерами, но не ели. Ну, Айгуль, я думаю, нет. Ну, нет, ну, можно ее дочь найти, она где-то тут. Дочь жива? В Ленинграде, да. Настя. Вы не в курсе, да, вот этой темы? Нет. На сайте Задыриеве, реальном, есть, он есть телеком, но в очень сильно сжатом битрейде, там, 128, там, то есть, MP3 очень похож. А выкладывали музыканты или дочка? Вряд ли дочка. Слава при жизни это выкладывал сам. При жизни? Да, в 2005 году. И примерно в то же самое время он мне ставил, а то еще дома на какого-то идет. Не, ну, это я. Он интересный, там кинчик по-другому, еще по-другому, кстати, мельница, очень хорошая. Да, вот в этом-то и дело, то, что у Ревякина немножко по-другому все сделано. И я действительно слышал такие мнения, то, что чуть-чуть по-другому и... Там разные версии, сейчас одно, нет? Ревякин все за всех сыграл, все пели караоке. Но очень долго, очень долго. Это во-первых. А во-вторых, все-таки живем получилось гораздо интереснее, что он делал в Юте тогда, вот, 6 ноября. Да, мне тогда тоже понравилось. Это было шикарно. А вот в записи на диске, честно, мне не понравилось. Я там сижу. Правда, вот. Как-то даже... Светка, здорово. Немножко бездушно. Нет, вот, когда он сам поет, не бездушно. Нет, черьем, да, согласен, это супер. И в записи он сам поет, не бездушно. Там, как поет Сукачев и все остальные, мне не нравится. А вот Багаев, кстати, там хорошо поет. Да. А Башлачевич есть? Нет. А Башлачеве я когда-то написал текст, но он получился про него на 30%, а на 70% это рвайо на груди всего, что можно. И поэтому я решил, что не надо его сюда вставлять. А это что за текст? Или он не публиковался? Можно отдельную книжку сделать или... Нет, ну если когда-нибудь я живу, мне уже будет так более это все побарабану, я туда его вставлю. Он не публиковался текст? Нет. Нет, я его давал всяким людям, своим знакомым, но в интернете он не появлялся или так. Я когда давал, просил, что не надо трогать. Как в планах переиздания, вот полного издания Башлачева? Ну, это Женек хочет сделать записи. Там на самом деле записи Агеева и Алисова было больше, чем опубликовано. Где-то раза в два с половиной. Вот. И мы хотим сделать, вот, либо это будет пятерник, либо двойник плюс тройник. Вот, Женек там сидит в своем Таиланде и это все дело ковыряет потихоньку. Вот. Но когда это будет, еще не скоро. С майком? Что мы думаем, что быть новенькая из майка. Да. Нет, на самом деле есть песни, которые не опубликованы. Там час БК, 120 минут, Варшавский договор. Но... А час БК... Надо просто эти хвосты как-нибудь собрать и доиздать, и все. А вы вроде взялись за уберение, сами, 60 лет в майке, то есть вы из 60-50. Нет, не понял. Требил, который Женя там собрал. Ну, вот все, мы его сделали, да. Ну, будет, да? Он есть. Ты говоришь, что именилов. Нет, тут не винил, это СД. Я понимаю, что вот это то, что мы за Женьком, не Копеевым, а Науменко, должны доделать, чтобы народ не считал себя активным. А это именно студия будет? Ну, студийная или какие-то квартиры? Это студийная запись, да. Нет, ну там представительный состав. Там, типа, Секрет, Наумов, Михаил Ефремов. Я имею в виду то, что готовится. Вот в плане часа БК, 120 минут. А, это, ну, непонятно ничего. Ну, это надо просто... Это все, как концертные записи. И надо с чем-то их обидеть, потому что там будут и другие вещи, которые уже выходили. Но в других вариантах. Но уже это так, вот такие, ошметки. В общем, ожидать, да? Ожидаем. Доживем. Очень-очень. Очень-очень. Как бы допечатки. И даже, например, вот Леня Федоров. Известный артист, гений. Раньше делали 3000 пластинок, за год продавали. И четвертую, ну, как бы почти на все оставшуюся жизнь. И иногда даже пятую делали. А сейчас вот этой тысячи, похоже, почти на все оставшуюся хватает. Вот псалмы, вот когда они закончатся, все, это и закончится навсегда. Но псалмы это исключение просто. А все остальное... Сереж, посмотри. Вот весна. Он у нас закончился. Я его допечатал, не допечатывая буклеты, потому что у меня было 50 лишних с предыдущего тиража. Вот. Я, значит, эти буклеты вложил. Как ты думаешь, сколько эти 50 штук продавались? 50 лет. Полгода они продавались. Из них 30 лидов, я тебе серьезно говорю, 30 лидов продала на концертах, 20 я продал оптом. Вот допечатки после этого стоит делать? Вот такая статистика. Отвечаю кровью. Романцы требуют каждый день присутствовать. Романцы надо переверстать оформление, потому что файлы убились. И мы их сделаем, потому что у меня лежит тысяча штук романцев на шпиле дисков. Поэтому тут уж надо делать. Но нету файлов. А на геометрии мама будет издаваться? Это вопрос никогда. Нет, ну, будет, но насколько я понимаю, что Серега Васильев, когда принес видеозапись, принес к ней еще как бы аудио часть. А она оказалась не оттуда. Это будет все будет. Чего? Свири, все будет. Свири, вот обед, вот. Ожидаем? Это будет скоро, скоро. Скоро. А у тебя же, где наш друг, Силя? Серега, пока еще в будущем. Про Севооборот, ну, там должна была быть передача с хвостом. Вот. И как раз вот за, по-моему, три дня до этой передачи хвост помер. Поэтому вместо хвоста пришли мы с Митей Шагиным туда. Вот. По-моему, это был Востанкин. Ну, в Москве где-то. Вот. Пили вино из чайничка. А, ну, может, да, да. А, значит, это была Севология. В Севообороте меня никогда не было. Нет, потом еще были передачи там что-то. Вот про сам из ДАР. Ой. Там что-то с Майком связанным и с Натальей ходили. По-моему, еще что-то. Ну, не важно. Но Сева на самом деле... Человек такой. Молодец. Он сказал эту фразу, которую я усвоил для себя. Я говорил, что вот сейчас мы будем что-то такое говорить между собой. Вы не думайте, что если вы когда-то что-то сказали, то этого не надо повторять. Наоборот. Не забудьте о том, что вы когда-то это говорили. Говорите снова. Вот, говорит, когда... Вот. Когда-то ко мне приходил Джон Леннон. Ну, незадолго до своей смерти. И он, говорит, в тысячный раз рассказывал, как он познакомился с Йоко Ода. И ничего. Нормально. Вот Силе тоже так считает. Правильно? Хорошо, что надо больше. А Сева до того, как он ехал, был как-то? Нет. Я не был с ним знаком. Я даже не знал, что это он играет на флейте на альбоме «Прощание со степью». А это он. Написано «Сева флейта». Это Новгородцев. Я усилий-то пришел. Который тут временно и сластье. Дай ему согреться. А, ну ладно. Нужен вопрос. А вопрос такой. А вот фраза «рок-н-ролл мертв», а я еще «нет». Это не руководство в МИС? Нет. Нет, ну что такое «рок-н-ролл»? Ну, это все такие смутные понятия. Ну, как бы, жизнь кипит всякая, в том числе культурная. Поэтому шок, что, может быть, что-то мертв. А по мне, в общем, сегодня все нормально. Ну, в объеме тысячи экземпляров. Что-что? Жив, но в объеме тысячи экземпляров. А, да, действительно. Нет, это на носителях. А, как бы, зрители. А существует русская без носителей разве? Скажи, пожалуйста. Вот я считаю, что для того, чтобы культурное наследие выжило, все-таки носители должны быть, и коллекционеры должны их держать на полочке. А просто вот в интернет выложить, это все-таки не то. Вот, ну, не уцелеет, мне кажется. Но, правда, я сам бывший маньяк в этом плане. Почему бывший? Ну, потому что нельзя объять необъятные. Когда мы стали что-то издавать, я коллекционером быть перестал. А издание не на CD, а флэш, допустим, носитель. Нет, флэш красоты не. Нет красоты. Горох, морох. Потому что культуру нужно делать, как ты бишь, бонсель. А он не флэш, но это как, вместо диска поставил емкость по флэшу. Ну, а смысл у него? Ну, типа лучше сохраняться. Да, его заманять. Да нет. А в сети все раз и проходят. Да, сеть накрыли. Спасибо. А коллекционеров-то все-таки много. Да, да, да. По нормам. Прошло полгода, естественно, было полгода назад. Ну, в общем, да. Хорошо. Ну, шо, ребята. Хорошо, хорошо. Олег, последний вопрос к вам, ну, крайний, да? Да, мне тоже в Адзепеле нравится. Очень. А то, что вы не написали в книге, но хотели написать? Это продолжение будет? Ну, вот просто о чем? Нет, есть вещи, которые я хотел бы написать, но этого не сделал. Потому что, понимаешь, надо, я говорю, все бросить, вот сесть и начать вот. Ты, 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 долбасик. Ну, есть, да? Есть, да? Есть, но в основном это уже будет касаться не совсем музыки. Здесь тоже было, а музыки там процентов 70, но процентов 30 никакого отношения. Это музыки, вообще, как критик я не могу писать, потому что у нее нет музыкального образования, и вообще это лишнее. Вот ты сказал, что у тебя не просто досуга, но тем не менее, когда-то эта книга все-таки рождалась, да, она рождалась по крупицам и так далее. И вот не ради франшизы, а ради того, чтобы, может быть, оставить еще какие-то свои воспоминания. Нет ли желания просто, есть ли какие-то наброски на будущее, может быть, необозримое? Нагло скажу, помнишь, фильм о Модеус, и там, значит, Моцарт, что-то должен написать какую-то оперу, и его этот там, ну, кто-то продюсер-трейсер говорит, где, где вы, ты, 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 с херей, в моей хэд. Вот, а вынуть оттуда, это не так просто. Опера называлась Рейхеевна, я понимаю тебя. А, это была Рейхеевна? Это пьеса в Коц. О, вот этого я уже не понял, потому что я его смотрел лет 25 назад, наверное. Нет, я его сейчас. А перевожу вопрос на русский язык, когда выйдет второй пункт? Блин, да уже старший. Ответ, выбор, извести. Олег, а вот такой вопрос. Вот ты все-таки считаешь, что текст в русском, так называемом, роке, он превалирует, да? Он раньше превалировал, сейчас как-то вот... А вот всегда превалировал. Ну, сейчас и раньше, да. Но смотри, вот такой вот парадокс, что мы все вот врубаемся в тексты. Я тут зашел и на днях на английский профессиональный сайт. У них там эталоном именно поэзии, рок-поэзии, которую они чуть не шекспиром сравнивают, является группа Напалм Дэд. Леодориан и его стихи. То есть, понимаете, вот, видимо, они там какие-то очень гениальные стихи пишут Напалм Дэд. Я не понимаю, но вот могло бы это осуществляться на русской почве. Не знаю. Я помню, как я читал какой-то там материал про Питера Гэбрилла, и он в том числе сказал, что 99% прекраснейших песен, которые я слышал, написаны на самый говеннейший текст. Шипец лирикс был у него, сказал. А вот они там, Леодориан, они сравнивают именно с Шекспиром. А что, вы только на хорошую песню. Так, сиди, я тебе уступаю в этом. А он еще не подошел? Ребята, я думаю, что пора великому автору. Уже все. Уже все. Все. Наконец-то. Спасибо.